МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плетут маскировочные сети, собирают сухой душ, делают окопные свечи. Телевизор видела там, где маскировочные сети, там летут, вот эти полоски режут, и решила вот так вот красиво помочь. Нижнекамские волонтеры помогают нашим бойцам. Конец стихийным свалкам. Новый порядок позволит ускорить процесс размещения мусорных контейнеров для нужд жителей. Упрощен порядок размещения контейнеров для сбора мусора. Подколокольный звон. На городской набережной прошел седьмой стахеевский фестиваль «Верую». Об этом не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. По зову сердца так объясняют свое желание помогать многие волонтеры. Сейчас в Нижнекамске сотни людей участвуют в гуманитарной работе по оказанию помощи нашим бойцам. Плетут маскировочные сети, собирают сухой душ, окопные свечи. Делают это годами, безвозмездно, порой уделяя занятию все свое свободное время и последние заработанные деньги. Что движет людьми, узнавал Алмаз Кашаев. По телевизору видела там, где маскировочные сети, там летут, вот эти полоски режут и решила вот так вот прийти, вот помочь. Эмилии Башировой всего 13 лет. Свои каникулы девочка решила посвятить помощи бойцам. Начиная с июня, она регулярно 2-3 дня в неделю приходит в центр базы, где в ежедневном режиме кипит работа по плетению маскировочных сетей. Девочка призналась, что готова и в учебное время уделять время волонтерской работе, например, в выходные дни. Иногда бывает сложно, но я стараюсь делать правильно. Как твои родители к этому относятся? Что говорят? Очень хорошо, молодец ты, что помогаешь нашим солдатам, которые на войне. Чаще всего в изготовлении необходимой на фронте амуниции заняты люди пенсионного возраста. Плетение сетей скрупулезный труд, который требует усидчивости и времени. Людмила Руженская уже полтора года как волонтер. Усталости нет, говорит женщина. Ради победы готова работать сколько потребуется. Хотя бы один солдат, вот это, одному солдату мы окажем помощь, и тут для сердца это радость. Хотим, чтобы быстрее победа пришла, чтобы они вернулись живые, здоровые. Наш цех работает с 9.30 до 18.00 в две смены. Первая смена с 9.30 до полвторого, и вторая смена до 6 часов вечера. В центре базы, где сейчас расположилась мастерская по плетению сетей, на постоянной основе задействовано порядка 30 человек волонтеров. Процесс изготовления разбит на несколько этапов. Самые сложные в плетении защитных лент в сетку. Закупаем такие рулоны, материалы. Каждый рулон приблизительно стоит 10-11 тысяч. Все средства мы собираем пенсионеры сами, с пенсии. Никто нам, организации, никто нам не помогает. У нас где-то ходит человек 30-35 в плесте, а группа, которая собирает средства, она гораздо больше. Это работающие люди, где-то около 200 человек нас. Спрос на маск-сети в зоне специальной военной операции высокий. В день в этом цеху выпускают две единицы изделия. Будь народу больше, работа пошла бы быстрее, говорят женщины. Необходимы как люди, так и материалы. Мы артиллеристы 80-арктической бригады выражаем огромную благодарность группе «Покров» города Нижнекамск, Нижнекамскому району. Спасибо вам за посылки. Мы не забудем вашу помощь. Большое спасибо за ваше внимание в нашу сторону. Нам очень приятно. Благодарить. Будет за нами. Победа будет за нами. Сухой душ – еще одно очень востребованное изделие. В общественном центре на «Химиков-72Б» их собирают сотнями, а потребность в них измеряется тысячами штук. В день боец может использовать несколько таких наборов. Усталости нет. Наоборот, когда помогаешь людям, и тем более в наше тяжелое время, набор вдохновленный, как будто крылья обрела, иду домой после гуманитарки. Работы у волонтеров много. Сухой душ, маск-сети, сухие супы и другие изделия бойцам нужны всегда. Их наличие в прямом смысле спасает ребятам жизни. Сложно представить, как сложилась бы обстановка на фронте, не будь у армии надежного тыла. Приглашаем всех неравнодушных жителей к нам в пункт на «Химиков-72Б» принять участие в изготовлении сухого душа или вносить какую-то материальную такую помощь. Все, что вы принесете, это все пойдет в пользу ребятам. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Новости НТР. С самого начала спецоперации Нижнекамск помогает нашим военнослужащим на фронте. Гуманитарный груз большими фурами и отдельными машинами еженедельно отправляется на передовую с посылками со всем необходимым, в том числе с техническими средствами и стройматериалами. Обрядная связь от солдат поступает всегда. Наши земляки, которые сейчас находятся на передовой, благодарят всех, кто собирал для них гумпомощь. И даем привет Нижнекамску, выражаем большую благодарность за предоставленную гуманитарную помощь. В отдельности хотелось поблагодарить всех участников группы гуманитарка Татарстан, главе Нижнекамскому Улину Рамилю Хамзовичу, Камилину Марину Валерьевну, коллектив Пова Ролеса, главе Авдаяна Ромика и Суренова, телекомпанию НТР, военного комиссара Газинура Казарахмановича, Кубасова Александра Евгеньевича, Афанасьева Евгения Сергеевича. Все довезли. Большое вам спасибо. Победа будет за нами. В Нижнекамске стартовала работа по информированию населения о предстоящих выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. Голосование пройдет 8 сентября. Группа информирования населения, состоящая из волонтеров, представителей участковых территориальной избирательной комиссии, раздают буклеты, на которых есть вся подробная информация о выборах, о том, как можно принять участие в голосовании, в том числе посредством интернета, в частности, порталах Госуслуг. Там же указаны номера горячих линий. Аналогичная работа ведется и в Нижнекамском районе. Там задействована территориальная избирательная комиссия. Выборы состоятся 8 сентября 2024 года. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан 7-го созыва. И именно поэтому мы приглашаем всех жителей города Нижнекамска прийти на выборы в этот день, сделать свой правильный выбор. Ну и, конечно же, проголосовать, потому что каждый голос важен. Приходите на выборы, мы вас приглашаем. Конец стихийным свалкам. Татарстанским садоводам и жителям многоэтажек упростили порядок размещения контейнеров для сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Росрееста Республики. Ранее, чтобы установить контейнерную площадку, люди должны были пройти процедуру в несколько этапов. Что изменилось, расскажем в следующем сюжете. Горы мусора, которые растут с каждым днем. Такую картину в этом году наблюдали некоторые садоводы. Часто свалки появлялись там, где расположение контейнеров вообще не предусмотрено. Но даже при желании, чтобы установить их, необходимо было пройти длительную процедуру, включающую поиск участка муниципальной земли. Теперь, благодаря упрощению постановления правительства Российской Федерации, делать это не придется. Жителям многоквартирных домов, садоводам и огородникам станет проще устанавливать площадки для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов. Проблема размещения таких контейнеров существует уже давно. В связи с принятием такого постановления, такие контейнеры возможно будет размещать без предоставления земельных участков и установления серветутов. Теперь же у садоводческих товариществ не будет проблем с оформлением контейнерной площадки на муниципальной земле, в том числе за границей территории СНТ. В то же время, такой шаг закрепит ответственность товарища за содержание данной территории. Аналогичные трудности касались и придомовых территорий многоквартирных домов. Новый порядок позволит ускорить процесс размещения мусорных контейнеров для нужд жителей, а также будет способствовать благоустройству территорий муниципальных образований и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Я напоминаю, что для вашего удобства медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ру. Он начинается в 19.00, там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан24. Второй год на новом месте. На городской набережной прошел седьмой Стахеевский фестиваль «Верую». Впервые за все время празднования он начался с крестного хода. Затем шествие прибыло к роднику комплекса «Святой ключ», где епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий провел молебен. Чем еще запомнилось мероприятие, расскажет Анжелика Степанова. Под колокольный звон колонна движется вдоль храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это первый крестный ход за семь лет проведения Стахеевского фестиваля «Верую». Шествие началось от храма Казанской иконы Божьей Матери и завершается у родника комплекса «Святой ключ». Здесь епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий проводят водосвятный молебен. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня всех искренне от души поздравить с праздником. Я очень рад, что сегодня мы прошли этим крестным ходом. Дай Бог, чтобы это стало доброй традицией, чтобы каждый год мы с вами собирались и шли этой дорогой, являя миру свою любовь и свою веру. Известно, что Иоанн Кронштадтский неоднократно посещал усадьбу купцов Стахеевых. Много раз его нога ступала там, где сейчас проходит фестиваль «Верую». Неспроста набережная камы и стала местом проведения мероприятия. Посетителей ждал большой праздничный концерт с участием православных, народных, фольклорных и вокальных ансамблей, солистов, мастеров художественного слова. И даже пасмурная погода не могла омрачить этот день. Несмотря на то, что моросит дождь, все равно народ пришел, как-то радуется. Ну, положительно, хорошее впечатление. Мне очень нравится. Я на пенсии, времени много. Стараюсь посещать такие мероприятия, чтобы не сидеть дома, быть в курсе. В этом фестивале я первый раз. Меня сюда пригласили. Я воспользовалась возможностью и приехала. Мне все понравилось. Походила, посмотрела. Интересно, достаточно все. Красиво. Очень хочется отметить, что город красивый, ухоженный, чистый. Здесь приятно находиться. И люди доброжелательные. Это очень важно. Мы в седьмой раз с вами собираемся на Казаключинской земле. Когда-то фестиваль начинался на архиерейском подворье. Два года подряд мы уже с вами отмечаем его на нашей Нижнегамской набережной. Я думаю, что у фестиваля будет обязательно большое будущее. Здесь же гостей ждала выставка мастеров народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Игрушки, мыло, украшения и подушки, сделанные своими руками. Работала благотворительная ярмарка «Своих не бросаем», где посетителей учили изготавливать сухие души. Также были организованы несколько фотозон и интерактивные площадки. А для малышей подготовили игровую программу. На набережной люди могли угоститься блюдами русской кухни и взглянуть на картины нижнегамских художников. Эту картину я написал храм, выбрал именно зимнюю погоду, потому что в это время храм светится, купола светятся золотистые. И в такую серую погоду храм приближает, тянет к себе и хочется туда пойти. Конечно же, это огромным вниманием к такому прекрасному имени Стахеев, это народному творчеству, это то, что связывает нас именно вера. Поэтому я считаю, что это очень важно и нужно для нашего народа. Каждый год фестиваль по-своему неповторим. Когда мы начинали его, он начинался проводиться на подворье Иоанна Кронштадтского на Красном Ключе, перед храмом Казанской иконы Божьей Матери. Конечно, с тех пор размер и масштаб фестиваля вырос, и сейчас он проводится уже в более широком формате, с привлечением большего количества людей. И как мы сегодня имели возможность видеть два больших теплохода, которые прибыли к нам по реке Акама, также их участники и пассажиры приняли участие в нашем фестивале. На мероприятии выступили 45 творческих коллективов. В этом году Стахеевский фестиваль «Верую» был посвящен Году семьи, сохранению семейных и православных традиций в современном обществе. Также празднование приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Анжелика Степанова, Кристина Матвеева, Илья Челноков. Новости НТР. И это все новости на сегодня. Далее информация рекламного характера и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Напоминаю вам то, что вы завтра записаны к 9.00. Будем ждать всего хорошего. До свидания. С заботой каждому пациенту, здоровье которого здесь в приоритете. По такому принципу работает клиника лазерной хирургии «Идеальные вены». Направление медицинского учреждения – флебология, то есть лечение варикоза. Работают в режиме одного окна. Это комплексный подход, который включает в себя анализы, ЭКГ, прием терапевта, лазерную манипуляцию, повторные консультации и ведение больного до полного восстановления. У нас два хирурга-флеболога. Один сердечно-сосудистый хирург, один хирург-флеболог. Ранее они работали у нас как в Казани, так и в Альметьевске долгое время. Сейчас на постоянной основе они у нас принимают в городе Нижнекамске. Также относятся в ассоциацию членов-флебологов России. Стаж более 12 лет. На счету каждого доктора сотни сложных лазерных операций. Все успешные. Делаются они с использованием самого современного медицинского оборудования, аналогов которого в Нижнекамске нет. К примеру, лечение варикоза лазером здесь делают без разрезов, наркоза, шрамов, госпитализации и за один день. Сегодня это самая надежная и безопасная процедура, длится которая в среднем 40-60 минут. После нее пациенты сразу возвращаются к своему обычному образу жизни. Причем даже после лечения варикоза запущенной стадии. В 2015 году я уже делал данную операцию, но не лазером, а просто вырывали вены в больнице. И в этот раз я решил убрать на другой ноге лазером. В принципе, я удивился, потому что на следующий день уже можно было спокойно ходить, гулять. А через 10 дней мне врач уже претендовал бегать. Вот я начал бегать, и восстановление прошло еще быстрее. Весь путь восстановления проходит под чутким наблюдением лечащего доктора. Также дается гарантия на лечение. Делают здесь не только лазерные операции. Также в клинике идеальной вены можно получить консультацию флеболога, сделать УЗИ нижних конечностей, ультразвуковое дуплексное сканирование вен. Клинику отличает гибкая система скидок и лояльная прозрачная ценовая политика. С ней можно ознакомиться на официальном сайте медицинского учреждения. Там же есть подробная информация о всех предоставляемых услугах. Находится клиника лазерной хирургии «Идеальные вены» по адресу Проспект Шинников, 38. Работает ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Прием ведется по предварительной записи. Тофли, босоножки, сандалии. Ярмарка «Белорусская обувь» представила новую летнюю коллекцию для своих покупателей. Вся обувь выполнена из натуральной кожи и качественно прошита. Имеет специальную подошву для людей с проблемными ногами, а потому удобно в носке и обеспечивает комфорт стопе. Свою модель здесь найдут и мужчины, и женщины. На всех летних босоножках стоит полуортопедическая стелька с эффектом памяти, которая запоминает форму стопы, придаёт удобство и комфорта при ходьбе. Подошва на этой модели облегчённая и весит не более 150 грамм. Здесь же вы сможете приобрести качественное постельное бельё из Турции. Комплекты представлены в четырёх размерах. Полутораспальный, двуспальный, евро и семейный. Все наборы сшиты из натуральных тканей, в которых используются хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нити 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддаётся глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Наборы постельного белья станут хорошим дополнением к любому дому, а также прекрасным подарком. Приобрести удобную обувь и качественное постельное бельё можно в торговом центре «Барс-1». Ярмарка работает ежедневно с 10 часов утра и до 7 часов вечера. Светлана Шумкова, Александр Лихачёв, Новости НТР. В среду 21 августа в Нижнекамске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром возможен дождь. Температура воздуха днём составит плюс 20 градусов. Ночью похолодает до плюс 13. Ветер северо-западной до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В четверг облачная погода с прояснениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова